Ну а сейчас смотрите полную версию интервью с министром финансов России Антоном Силуановым. Антон Германович, вот эта встреча проходит спустя две недели после визита президента в Китай. После того, как примерно полсотни различных соглашений было заключено с китайской стороной, можете ли вы сравнить повестку той встречи и сегодняшней? В чем больше всего заинтересованы китайцы? Я имею в виду китайских инвесторов, в каких регионах, в каких российских отраслях больше всего? Это состоялась пятая межминистерская встреча между министрами финансов Китая и России. Тема этой встречи, по сути дела, явилась продолжением договоренности наших лидеров, которая состоялась некоторое время назад здесь, в Китае. Обсуждались несколько тем, ключевых тем. Это и расчеты в национальных валютах. Безусловно, это и опыт работы китайской расчетной национальной системы UnionPay. Обсуждались темы создания финансовых институтов совместно с Россией и Китаем. Это банк BRICS. Это Евразийский банк реконструкции и развития с участием Китая. Мы приглашаем Китай в участники этого банка с тем, чтобы повысить его капитализацию и, соответственно, увеличить возможности банка для рефинансирования проектов как в России, так и в Китае. Обсуждался целый ряд и других важных с финансовой точки зрения тем. Кроме того, у нас прошла встреча с инвесторами. Очень важно было выслушать инвестиционные сообщества на предмет того, как им работается в России, что устраивает, что требуется поправить с тем, чтобы иностранные инвесторы из Китая чувствовали себя так же комфортно, как и в других странах, и у себя дома. В этой связи было высказано целый ряд предложений в области облегчения визового содействия. Мы думаем, что этот вопрос будет решаться. Какие предложения были даны нашему посольству. Были предложения высказаны относительно создания того, облегчения системы, создания системы расчета в национальных валютах. Китайские инвесторы готовы работать с рублями. Стал вопрос относительно того, как китайские партнеры могли бы обменять юани на рубли здесь, в Китае, с тем, чтобы инвестировать уже рублевые инвестиции. Стал вопрос о валютных рисках, поскольку были опасения о том, что рубль в последнее время имел достаточную волатильность. Но мы объяснили коллегам о том, что, да, действительно, волатильность была. Она была связана, с одной стороны, с оттоком капитала в связи с определенными геополитическими рисками, которые, надеемся, будут нормализованы. Мы видим, что ситуация с курсом рубля стабилизируется. Ситуация с доходностью наших ценных бумаг тоже приходит в прежние положения. Поэтому считаем, что если нет каких-то экстраординарных воздействий на денежно-кредитную политику, курс рубля у нас будет оставаться стабильным в дальнейшем. Целый ряд других вопросов в области создания рейтингового агентства действительно обсуждались. Поэтому круг и повестка, которая сформирована была отчасти и нашими лидерами, отчасти более детально и нашими ведомствами, она была сегодня полностью освещена и обсуждена. Вы сказали о том, что одна из ключевых тем была платежная система. В Китае существует уже 12 лет так называемый UnionPay, аналог визы и мастер-карт. Может ли пригодиться китайский опыт России сейчас при создании своей национальной платежной системы? Вы знаете, китайские коллеги создали свою расчетную систему и базируются на ней. В отличие от Российской Федерации, где мы, по сути дела, базировались на иностранных расчетных системах, таких как визы и мастер-карты. И лишь наши расчетные системы, их несколько, и они настолько имеют небольшую долю рынка, что мало кто ими пользовался. Сейчас стоит задача наоборот. Создать свою расчетную систему, популяризировать ее с тем, чтобы большинство наших участников рынка перешли на эту систему, чтобы работа ее была такой же эффективной, как и международная система, и надежной. Вот такая у нас задача стоит. Безусловно, опыт Китая, который последние годы базировался на собственном таком продукте, для нас очень интересен. Мы обменялись мнениями с коллегами из Минфина. У нас будет встреча с Национальным банком Китая, где более детально обсудим эту тему. Поэтому нам сейчас нужно двигаться семимильными шагами с тем, чтобы продвигать свои собственные продукты расчетные на нашем рынке и делать их такими же конкурентоспособными, как UnionPay в Китае и другие системы, которые действуют, в том числе и в Российской Федерации. Насколько я знаю, сегодня с китайскими бизнес-кругами, с инвесторами, вы обсуждали в том числе и возможность создания новых, более эффективных рейтинговых агентств, о чем конкретно шла речь. Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы имели объективную картину. Перевложение в государственные ценные бумаги, в инвестиционные проекты, в инструменты финансовых компаний. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы без вмешательства политики, без вмешательства факторов, не влияющих на истинное положение страны, принимали бы такие решения. Мы договорились о том, что будем создавать совместное рейтинговое агентство, которое на первых этапах могло быть задействовано в российско-китайском экономическом сотрудничестве. Но и после того, как мы надеемся, покажет объективность в своих оценках, может быть использовано и в других странах при определении объектов инвестирования. Считаем, что возможности и ресурсы для создания такого агентства у нас есть. Кадры квалифицированные и опыт работы в таких агентствах также нам не занимать. Поэтому мы считаем, что нужна диверсификация, нужна конкуренция в области работы агентств. Это, по сути дела, услуга, которая должна оказываться и оказывается на конкурентной основе. Создание еще одного крупного участника в этом сегменте рынка считаем вполне оправданным. Речь сегодня шла и о сотрудничестве внутри региональных организаций, финансовое сотрудничество. Я имею в виду и БРИКС, ШОС, группу 20. О чем конкретно вы говорили? Может быть, о чем-то уже договорились? В рамках БРИКС мы говорили о создании банка, говорили об условиях создания банка. Были изложены видения китайской стороны относительно места расположения банка, участия, далее участие этого банка, капитализации и так далее. Во многом мы сошлись. Я хочу сказать, что, в принципе, у нас по всем вопросам повестки, за исключением небольших, может быть, моментов, мы наблюдали полное единогласие, единодушие. Что касается Евразийского банка реконструкции и развития, то мы предложили китайским коллегам участвовать, войти в него на приоритетах с Российской Федерации с возможным последующим преобразованием этого банка в банк ШОС, Евразийский банк развития, тире ШОС. Возможно привлечение и дополнительных участников в этот банк с тем, чтобы он был более представителен, чтобы можно было, с одной стороны, и увеличивать капитализацию, привлекать больше ресурсов на рынке, а с другой стороны, у нас появится больше инструментарий реализовывать инфраструктурные проекты в странах-участниках банка. Поэтому китайские коллеги выразили интерес к такому сотрудничеству. Качательные решения должны быть определены в ближайшее время. Я понимаю, что это не совсем финансовые вопросы, это не то, что сегодня обсуждалось, но, может быть, кулуарно говорили о заинтересованности, как мы знаем, некоторых китайских компаний в приобретении крупных пакетов акций российских госкомпаний, я имею в виду, Роснефть. Может быть, вы затрагивали еще и газовый вопрос? Знаете, были высказаны целый ряд предложений по инвестированию средств в страны Китай, китайских инвесторов. Китайских партнеров были высказаны в том числе и интерес в дальнейшем развитии газового сотрудничества с Российской Федерацией. При этом китайских партнеров, как я уже говорил, интересовали стабильность налоговых условий, даже преференция в области налогообложения. С моей стороны, мы сказали о том, что у нас с этого года действует режим, который предоставляет особый льготный порядок налогообложения для инвестиций в территории Дальнего Востока и ряд территорий Сибири. Специально у нас будут созданы территории опережающего развития, которые помогут инвесторам в более льготном инвестировании и уплате налогов на таких территориях. Поэтому, думаю, что у нас сегодня такой первый шаг был, встреч с инвесторами из Китая. И мы договорились о том, что в рамках межминистерских встреч обязательно будем привлекать наших бизнес-партнеров для того, чтобы слышать их позицию относительно инвестиционного климата, как в России, так и в Китае. Следующая встреча пройдет в Российской Федерации. Мы пригласим и российских инвесторов, чтобы мы могли обменяться мнениями с точки зрения инвест-климата и услышать их проблемы и предложения по улучшению экономического сотрудничества между нашими двумя странами. Спасибо вам большое за это интервью.